Улика в город это стало событием. Настоящие пожарные машины, спасательные катера, вездеходы. На главной площади Черкеска была выставлена современная пожарная и аварийно-спасательная техника, находящаяся на вооружении Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии. Понравились именно пожарные машины, потому что у пожарных и спасателей очень тяжкий труд, и поэтому нужно подготавливаться много. Мне больше всего понравились вон там пожарные машины, они лестницы так высоко уходят. Как люди взбираются на них, просто я не знаю, я бы не смогла, нереально для меня это. Героями дни были специалисты, терпеливо рассказывавшие детям, каким образом применяется снаряжение в чрезвычайных ситуациях, знакомившие с боевой и профессиональной работой пожарных, вооружением спасателей. Школьников интересовала все, особенно новая пожарно-спасательная техника, которую прямо на месте подразделения МЧС торжественно вручил первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Эльдар Байчуров. Например, этот симпатичный вездеход получила спас-служба. Мы предполагаем из него сделать своего рода санитарную машину для реагирования в условиях высокогорья. Та вездеходная техника, которая сегодня получена подразделениями МЧС, безусловно, облегчит работу спасателей в условиях высокогорья, в условиях бездорожья, потому что в любом случае фактор времени все-таки остается самым главным при спасении чьей-то жизни. Автопарк пожарной службы Черкеска пополнился автолестницей с высотой подъема 50 метров. Город, а также Дагихабльский район, Архыз и Дамбай получили пожарные автоцистерны повышенной проходимости и маневренности. Эта техника находится не только в Черкесе, по надписям на дверях любой машины видно, вот жигута. Сейчас мы вручили. Сегодня можно с большой гордостью сказать, что каждое подразделение пожарно-спасатель на территории республики, оно обеспечено минимум одной пожарной машины, минимум. Такого не было у нас уже очень долгие годы. Техника готова. Эльдар Базлиевич, как вы себя чувствуете за рулем? Вы знаете, комфортно и самое главное, что вот я вижу, что и внутри очень емко, и вот здесь 6 человек, я так думаю, что при желании можно поместиться 10. Наше управление главное, чем оно, в общем-то, одно из лучших по Северному Кавказу, благодаря тому, что у нас Казбек Михайлович такой очень ответственный человек, сотрудники профессиональные. Когда они получают и оснащение новой техникой происходит, это идет только на то, чтобы повысить уровень безопасности наших жителей. Затем личный состав министерства и гости переместились в здание филармонии. Руководитель ведомства Казбек Чехов отчитался о проделанной в 2014 году работе. Было отмечено, что ушедший год был непростым. ДТП, подтопление подборьев частных домовладений, сходы селевых масс, это лишь малая часть тех событий, которые выпали на долю сотрудников ведомства. И везде единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отработала на высшем уровне. Самый главный показатель работы чрезвычайного ведомства – это количество спасенных человеческих жизней, отметил Казбек Чехов и подчеркнул взаимопонимание и поддержку, оказывавшиеся в министерстве, руководствам республики и главами городов и районов. В 2014 году была проведена огромная работа с вынужденными переселенцами из юго-восточных областей Украины. У пожарных год тоже выдался непростым. Было произведено 1424 выездов, спасено 508 человек. Личный состав главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии принимали участие в крупноштабных учениях и тренировках. И пожарные, и спасатели, и инспекторы ГИМС не раз доказывали и подтверждали свое профессиональное мастерство, занимая лидирующие позиции. Особое внимание уделялось профилактической работе. Очень важно, чтобы люди знали и понимали, что есть настоящие профессионалы, которые придут и окажут помощь в любой ситуации, прокомментировал свой доклад Казбек Чехов и подчеркнул роль СМИ в этом. Журналисты, в течение года освещавшие работу МЧС, получили благодарности от ведомства. Благодарности и награды были вручены также отличившимся сотрудникам подразделения МЧС и всем, кто в течение года оказывал поддержку министерству. Водина Каракетова, Аслан Баташев, Вести, Карачаева, Черкесия.